Готовность 60%. Вице-губернатор Ненецкого округа Наталья Сидорова проинспектировала ход ремонтных работ в 5-й городской школе. Что планируют заменить в образовательном учреждении и укладывается ли подрядчик в сроки, расскажем прямо сейчас. Непривычно белые стены и рабочий беспорядок. Так сегодня выглядит здание 5-й городской школы. Мастера готовят входы в кабинеты для замены дверей. Впрочем, кое-где уже завершается покраска стен. Первый слой, второй слой, подфинишный. И сколько примерно уходит на покраску одного кабинета? Три часа. Цветовую гамму как в учебных классах, так и в рекреациях подбирали тщательно и с учетом мнения педагогов. Разработкой дизайн проекта занимался коллектив 5-й городской школы. Для сотрудников образовательного учреждения новость о капитальном ремонте стала весьма приятной и долгожданной. Школа была принята в 2000 году и с тех пор ремонта не было. Были такие маленькие ремонты – окна, двери, санузлы, канализации и так далее. Ну и, в общем-то, постепенно подошли к такому большому ремонту. Обновляют все помещения образовательного учреждения. Так, например, в столовой уже заменили кафельную плитку. Ремонтируют и актовый зал. Там устанавливают подвесные потолки. Кроме того, в школьном дворе планируют обустроить спортивную площадку для проведения физкультурных занятий на улице. В конце мая у нас был заключен контракт. Порядка 70 миллионов выделено на ремонт здания. Срок окончания работ – 16 августа. На сегодняшний момент выполнено порядка 60% работ. Помимо косметического ремонта в школе идет полная замена системы электроснабжения и противопожарной сигнализации. По работе сделан подготовительный процесс под покраску стен. Большая часть электрики сделана, то есть заложены кабеля, силовые светильники сделаны, двери установлены. То есть процесс идет к завершению. Помимо работ внутри, здание подрядчик должен отремонтировать кровлю. Срок окончания всех работ – середина августа. Поэтому уже 1 сентября ученики 5-й городской школы придут в полностью обновленное образовательное учреждение. Алина Волчейская, Владислав Носкин, Телеканал Север.